Артериальная гипертензия Интерес в мире к проблеме артериальной гипертензии, как это ни странно, всерьез возник всего лишь после Второй мировой войны. От гипертонии болели всегда, и если посмотреть, например, даже классическую литературу, то мы с вами увидим, как многие персонажи погибали от апоплексического удара. Артериальное давление научились измерять только в начале XX века, но всерьез об этой проблеме заговорили после Второй мировой войны, после гибели Франклина Рузвельта, который был тяжелым гипертоником. И в 63 года он погибает от геморрагического инсульта. Вы видите, врачу не хватает делений на тонометре, чтобы зафиксировать эту страшную цифру, более 300 на 190 миллиметров ртутного столба. И вот следующий президент США, Гарри Трумэн, он организовывает Национальный институт сердца. И, собственно, тогда начинается целая серия работ, посвященных изучению артериальной гипертензии. И вообще начинается фармингемское исследование, и создается концепция факторов риска. Поэтому вот такая вот относительно молодая болезнь. Причем, конечно, то пороговое значение, которое у нас сейчас есть, к чему мы придем, оно тоже установилось не сразу. Вот посмотрите, 60-е годы. Это как раз самые, наверное, яркие работы по лечению, по изучению артериальной гипертензии. Чарльз Фридберг, потрясающий человек, это один из ведущих кардиологов того времени. К сожалению, он трагически погиб. И если бы он не погиб, то он был бы так же известен, как сейчас Юджин Браунвальд. Вот он писал, пациент с мягкой доброкачественной артериальной гипертонией, то есть давлением менее 220 на 100, по-видимому, не нуждается в лечении. Вот очень важная веха, давайте это запомним, потому что к этому восходит один очень важный миф, связанный с изучением, с лечением артериальной гипертензии. Ну, конечно, со времен 60-х годов многое поменялось. В 70-е годы появляются первые клинические рекомендации по лечению артериальной гипертензии. Сначала на американском континенте, GNS1. Посмотрите, 77-й год, то есть всего-навсего 40 с небольшим лет назад, в качестве порогового значения для начала лечения признают диастолическое давление 105 мм рт. столба. На систолическое давление тогда вообще никто не обращает внимания. В 80-е годы этот порог снижают до 160 на 95, но лишь последние 20 лет мы с вами работаем с привычным пограничным значением 140 на 90. Так вот, один очень известный миф, с которым нам с вами приходится бороться, просто ежедневно, ежечасно, который как раз восходит к представлениям об артериальной гипертензии середины 20 века. Многие всерьез считают, что повышение артериального давления имеет какие-то клинические проявления, в частности, головную боль. Откуда это пошло? Это пошло как раз из учебников середины прошлого века. И давайте еще раз вспомним, кого каких пациентов считали гипертониками в те времена. Конечно, на сегодняшний день, когда мы говорим о гипертонии, мы говорим о бессимптомном состоянии. Очень важно запомнить, что артериальная гипертензия симптомов не имеет ни головная боль, ни какие-либо другие признаки не могут считаться патогномоничными для повышения артериального давления. Ну, разве что, если говорить всерьез о осложненном гипертоническом кризе, ну, там да, там на высоте такого резкого подъема давления с поражением органов в мишени, там может возникать клиническая симптоматика. Тем не менее, этот миф, он очень укоренился. Давайте разберем, что происходит, когда пациент приходит там и говорит, доктор, у меня давеча так болела голова, я померил давление, оно было 180 на 100. Знакомая ситуация, не правда ли? То есть, пациент искренне считает, что повышение артериального давления привело к головной боли, и он будет с пеной рта доказывать, что это так и есть. Но мы прекрасно понимаем, что причины следственной связи, они могут быть с точки зрения самого человека, с точки зрения обывателя, они могут быть нарушены. Ну, скажем, я вам могу с легкостью доказать, что ветер дует, потому что деревья качаются. Я же это вижу. На самом деле, причина следственная связь, она обратная. Это не повышение артериального давления приводит к симптомам, а это симптомы, симптомы некомфорта, симптомы плохого самочувствия. Головная боль, в конце концов, она приводит к повышению артериального давления. Потому что, когда нам плохо, когда у нас что-то болит, естественно, это приводит к активации симпатоадреналовой системы и к повышению артериального давления. То есть, очень важная вещь. При опросе пациента, при сборе анамнеза нельзя ориентироваться на симптомы, нельзя ориентироваться на клиническую картину. Скажите, у вас давление повышается? Да нет, нет, давление повышается. А вы его меряете? Ну, нет, доктор, не меряй, но я же чувствую себя хорошо. Вот это очень частый такой диалог, который вводит нас в заблуждение. Дальше вы у бессимптомного пациента измеряете давление, а оно оказывается 180. Часто бывает. Так что симптомов артериальная гипертензия не имеет. И до той поры, пока мы не измерим давление, мы не узнаем, на самом деле, перед нами гипертоник или же здоровый пациент. Классификация артериальной гипертензии и классификация артериального давления за последние годы не претерпела изменений. Значит, по-прежнему вот эта табличка, она полностью скопирована с рекомендации 2013 года. То есть, пограничное значение, точка отсчета у нас 140 на 90, 3 степени повышения артериального давления, изолированная систолическая артериальная гипертензия. Кого начинать лечить? Начинать лечить большинство пациентов от уровня 140 на 90 и выше. Единственная такая скидка есть для пациентов очень возрастных. Для пациентов старше 80 лет точкой отсчета, точкой начала лечения считают 160 на 90 мм тутного столба. Почему выбран такой порог? Потому что это критерий включения в исследование Хайветт. Это единственное исследование, где именно изучали антигипертензивную терапию у пациентов старше 80 лет. Но что поменялось принципиально в новых рекомендациях? Новые рекомендации разнесли точку старта и точку финиша, скажем так. То есть рекомендации разнесли точку начала лечения и целевое артериальное давление. В оригинальном тексте рекомендации там довольно сложная табличка. Там выделяют аж 15 вариантов, там 15 квадратиков, 15 фенотипов. Я попытался эту таблицу упростить. Сгруппировал то, что можно сгруппировать. И здесь на экране вы видите то, что получилось. То есть это моя такая немножко авторская модификация той таблицы, которая существует в исходном тексте рекомендаций. Итак, что мы видим? Большинство пациентов более молодого возраста, то есть малой 65 лет, нужно лечить до цели 130 на 80 и ниже. Пациентов более старшего возраста до цели 140 на 80 и ниже. И к ним же присоединяются пациенты с хронической болезнью почек. То есть фактически мы получаем дифференцированные целевые уровни давления в зависимости от возраста и сопутствующих заболеваний. Но обратите внимание, что при любом раскладе, при любом сценарии целевое диастолическое давление должно быть меньше 80 мм тутного столба. Еще одну я сделал упрощенную схему, она еще проще. Она демонстрирует нам, чем отличаются принципиально рекомендации 2013 и рекомендации 2018 года. Так что было раньше. Больше 140 на 90 плохо, ниже хорошо. То есть строго говоря, пришел пациент с давлением 142, мы ему снизили давление до 138, мы уже молодцы. Сейчас это не совсем так. Давайте посмотрим, как это выглядит сейчас. Первичная цель лечения – снижение давления ниже 140 на 90, то есть как и было. А теперь говорят нам рекомендации. Оглядитесь вокруг и попытайтесь сделать следующий шаг. И при хорошей переносимости попытайтесь снизить давление еще ниже до 130 на 80 и ниже. Но очень важно, что надо ориентироваться на переносимость. Если пациент плохо переносит более низкие значения, значит сделайте шаг назад. То есть вот чем принципиально отличаются новые рекомендации. Здесь более низкие целевые значения артериального давления. И здесь все-таки нам предлагают авторы ориентироваться на переносимость. Что очень важно, между прочим. Вот неделю назад я читал лекцию в Казахстане. Меня коллега спросила. Вот у меня пациентка, ей 88 лет, она себя хорошо чувствует при давлении 145. А когда у нее давление меньше 130, ей становится плохо. Ну, не надо, то есть не замечательно, конечно, но не надо снижать тогда давление меньше 130, если это влияет на качество жизни. То есть пациентке 88 лет. Качество жизни у пожилых людей это тоже очень и очень важно. Еще несколько слов по поводу диагностики артериальной гипертензии. Вот я очень часто показываю эту картиночку. Я думаю, что все знакомы с этим исследованием. Это протокол суточного монетарирования артериального давления. И что мы с вами видим? Мы видим, что давление это не вкопанный показатель. Давление у каждого человека меняется в довольно широком диапазоне. То есть у каждого человека практически, у здорового человека, у гипертоника давление в течение суток колеблется в пределах 40-50 мм стутного столба, иногда даже больше. Я довольно часто провоцирую свою аудиторию, и студентов, и практических врачей. И скажу вам, кстати, что практические врачи попадаются на эту удочку гораздо чаще. Показываю эту картиночку и спрашиваю. Скажите, уважаемые коллеги, какая здесь степень повышения артериального давления? Какая здесь степень гипертонии? Все сразу смотрят вот сюда. Смотрят на этот пик, обозначенный красной стрелкой. Смотрят, видят там 155 на 105. И говорят, это вторая степень повышения давления. Нет, дорогие коллеги, это вообще не артериальная гипертензия. Этот пик – это ситуационное, физиологическое, вполне естественное повышение давления, которое происходит у каждого из нас в ответ на физическую, психическую нагрузку, то есть в ответ на какие-то действия. Когда мы оцениваем с вами риск, когда мы оцениваем наличие или отсутствие артериальной гипертензии по монитору давления, то мы ориентируемся на средние значения, которые нам рассчитывает компьютерная программа. И понимание вот этой вариабельности артериального давления, понимание того, что давление – это не замерзший показатель, это динамически меняющаяся физиологическая характеристика, причем меняющаяся в довольно широком диапазоне, она тоже позволит нам уберечься от целого ряда ошибок. Прежде всего, это касается лечения гипертонических кризов, о чем мы с вами поговорим в самом конце. Итак, еще раз повторю свой тезис, что поставить диагноз артериальной гипертензии можно только правильно измерив артериальное давление. И у нас есть три основных метода. Это офисное давление, то есть то, когда мы с вами, люди в белых халатах, измеряем артериальное давление пациенту, но помним, что феномен белого халата существует. Второй метод – это суточное мониторирование артериального давления. И третье – это дневниковые записи пациента, или самоконтроль давления, или же в английском варианте, в рекомендациях это называется домашнее мониторирование артериального давления. Обратите внимание, что для каждого метода здесь есть разные пограничные зоны, то есть разные точки отсечки. Когда мы говорим про 140 на 90, это касается именно офисного измерения артериального давления. И, наконец, заключительный слайд, касающийся диагностики артериальной гипертензии. Обратите внимание, как много факторов влияют на величину артериального давления. Вот как это ни странно, нам с вами кажется, что мы умеем мерить давление. На самом деле, зачастую мы не умеем этого делать. Более того, мы с вами измеряем давление методом, который был предложен в 1905 году. Наш соотечественник Николай Сергеевич Коротков в 1905 году придумывает акустический метод измерения давления, тем самым усовершенствовав методику реворочи, и мы с вами без изменений абсолютно так же, как завещал нам Коротков, мы при помощи регистрации тонов Короткова измеряемся столическое и диастолическое давление, ориентируясь на наши органы чувств, прежде всего на наш слух. То есть объективного, стопроцентно точного метода измерения давления у нас нет. И пока я это все говорил, я думаю, что все вы посмотрели на то количество факторов, которые влияют на истинность артериального давления. Позиция пациента, скрещенные ноги, отсутствие опоры на спину, разговор пациента и так далее. И последняя позиция, обратите внимание, боль. Я вначале говорил о том, что головная боль может повышать артериальное давление. Вот, пожалуйста, любая боль, не только головная, может запросто повышать давление на 10, 20, 30 мм тутного столба. Поэтому зачастую, когда пациент жалуется на головную боль, так надо лечить головную боль, а не снижать давление. Лечить причину, а не следствие. А причиной является именно головная боль. Что ж, давайте перейдем к обсуждению фармакотерапии артериальной гипертензии. На сегодняшний день человечество изобрело огромное количество препаратов, обладающих потенциально антигипертензивным действием. Если посмотреть только по МНН, по международным непатентованным названиям, то на рынке сейчас около 40 молекул. Это не оригиналов, дженериков, копий. Это именно молекул, которые укладываются в несколько классов. Препараты первой линии – это 4 класса. Это 2 класса блокаторов ренино-ангиотензиновой системы, то есть ингибиторы АПФ, сортаны. Это антагонисты кальция, это диуретики. И это несколько групп препаратов резерва, прежде всего антагонисты минералокортикоидных рецепторов, бета-блокаторы, альфа-блокаторы, препараты центрального действия. Давайте обсудим, как использовать эти препараты, поговорим об их характеристиках, чем они отличаются, а в завершении обсудим, как их комбинировать друг с другом. Ингибиторы АПФ – самая многочисленная группа препаратов. На сегодняшний день в России есть около десятка молекул ингибиторов АПФ. Это не для того, чтобы слайд достаточно мелкий, он не для того, чтобы мы с вами читали с экрана, что здесь написано. Эта табличка взята из моей книжки, она вышла в 2017 году, называется «Артериальная гипертензия. Разговор с коллегой». Кстати, кому будет интересно, вы можете ее найти в интернет-магазинах, где я, как мне кажется, достаточно доступно для врачей рассказываю разные аспекты ведения пациентов с гипертонией. Просто посмотрите на эту табличку по вертикали, сколько молекул у нас есть. Сортаны – тоже очень многочисленная группа. Сейчас в России зарегистрировано уже 9 препаратов из класса сортанов. Причем, за исключением, наверное, двух, за исключением ЭПР, сортана и вот последний препарат, он еще не набрал обороты, ФИМО, сортан, все остальные препараты, они в промоции, фирму про них рассказывают, конференции проводятся, препараты эти пациенты принимают. То есть выбор достаточно большой. При этом мы понимаем, что ангибиторы АПР и сортаны – это группа препаратов, до некоторой степени взаимозаменяемые. Давайте обсудим, чем эти препараты отличаются и как мы делаем выбор внутри класса между препаратами. Сразу скажу, что мы не ориентируемся на силу гипотензивного действия и переносимость. Это, так скажем, неправильные ответы. Вот забегу вперед, покажу вот этот слайд. Все препараты в пределах, как в пределах групп ингибиторов АПФ, так и в пределах группы сортанов, они примерно одинаково снижают давление. То есть мы сейчас не ориентируемся на то, какой препарат более сильный и более слабый. То же самое касается переносимости. Скажем, если говорить о классе ингибиторов АПФ, то бессмысленно выбирать ингибитор АПФ, на который, скажем, пациенты меньше кашляют. Это класс эффект и частота будет примерно одинаковой. Давайте вернемся. Кратность приема – да. Вот это правильный ответ. Действительно, сейчас по современным представлениям нужно назначать препараты, которые работают в течение 24 часов. То есть лечить пациента по принципу по одной-три раза в день, да даже по одной-два раза в день уже неприлично. Лечение, классическое лечение гипертонии – это одна таблетка в день. Желательно в утренние часы. Это, кстати, ахиллесовая пита ингибиторов АПФ, потому что большинство ингибиторов АПФ, они в сутки не действуют, за редким исключением. Не буду сегодня говорить про качество производства и цену. Это в основном вопрос выбора качественного дженерика. Хотя, конечно, для России вот этот критерий, он тоже очень важный. У пациентов с тяжелой почечной, печеночной недостаточностью мы иногда подбираем препараты в зависимости от пути выведения. Ну и, конечно, самое важное для нас, по идее, это должна быть доказательная база для каждой из молекул. Последний пункт здесь выглядит так несколько шуточный, хотя, конечно, мы никуда не денемся от того факта, что работа фармацевтических компаний, работа производителей, она тоже накладывает определенный отпечаток на нашу клиническую практику. Действительно, то, что в промоции, то, что продвигается, то чаще назначается. Тут никуда не денешься. Это совершенно отчетливая вещь. Что касается сравнения препаратов между групп, я имею в виду класса ингибиторов АПФ и блокаторов ангиотензиновых рецепторов, то у нас есть лишь одно глобальное исследование, где лоб в лоб сталкивали брилы и сортаны, это исследование OnTarget. И мы с вами прекрасно помним этому исследованию уже больше 10 лет, что принципиальных различий по конечным точкам между брилами и сортанами, ну, вернее, правильно сказать, между ромеприлом и теломи сортаном, качественных различий не было. То есть люди жили столько же, получая ромеприл, получая теломи сортан. Единственное различие, естественно, было в переносимости. То есть понятно, что на теломи сортане кашля реже. Еще одна важная вещь, которую мы выяснили в ходе исследований OnTarget, это недопустимость двойной блокады ренино-ангиотензиновой системы. То есть, уважаемые коллеги, назначать ингибиторы АПФ вместе с сортанами нельзя. Это тоже, казалось бы, достаточно хорошо известный факт, но я на этом каждый раз на наших встречах останавливаюсь, потому что примерно раз в два месяца ко мне приходят пациенты, которые умудряются получать комбинацию прилов и сортанов. Иногда это связано с тем, что врач назначает новый препарат, скажем, ему хочется назначить пациенту сортан, но он забывает отменить ингибитор АПФ, который пациент принимал в течение длительного времени. Так что еще раз, практический аспект, двойная блокада ренино-ангиотензиновой системы, она нецелесообразна, потому что это не улучшает, а наоборот ухудшает функцию почек. Это тоже было показано в исследовании OnTarget. Класс сортанов, как я уже говорил, достаточно многочисленный, и препараты уже существуют на рынке давно. Первый препарат, лазертан, он появился еще в 1995 году, то есть уже больше 20 лет назад. И выбирая молекулу из класса сортанов, мы, конечно, стараемся ориентироваться на доказательной базе, то есть в каких ситуациях изучали этот препарат. Как мы видим с вами, все препараты зарегистрированы для лечения артериальной гипертензии. Здесь давление можно снижать чем угодно. Для лечения сердечной недостаточности мы чаще используем лазертан, канда-сортан, вал-сортан. При сахарном диабете хорошая доказательная база у лазертана, ирби-сортана. У Телми-сортана есть такое показание, как высокий сердечно-сосудистый риск. То есть такой препарат довольно универсальный. Это связано с тем, что его изучали в Антаргете. Антаргет – это как раз исследование, где это не чисто гипертоническое исследование. Там как раз изучали влияние блокады ренино-ангиотензиновой системы на судьбу пациентов именно высокого риска. Но еще раз повторю, что все препараты на рынке, все препараты можно использовать. И, в общем-то, конечно, лоб в лоб по эффективности их никто не сталкивал. Почему я чуть подробнее остановился на классе сортанов? Дело в том, что в лечении гипертонии они, конечно, постепенно вытесняют ингибиторы АПФ. То есть различия по влиянию на прогноз нет. Сортаны работают один раз в сутки. Сортаны не вызывают кашель. Поэтому во всем мире сейчас рынок, доля ингибиторов АПФ на рынке, она снижается. И, наоборот, доля сортанов растет. Если раньше мы считали, что сортаны – это препараты резервов в ситуации, когда пациент не переносит ингибиторы АПФ, то сейчас уже это полноценные препараты первой линии, с которых, как правило, и начинают лечение артериальной гипертензии. Давайте коротко подведем итог тому, что я сказал про классы блокаторов РАС, то есть ингибиторы и сортаны. Итак, это наиболее универсальные препараты. У меня есть такая шутка дежурная для лекции для студентов четвертого курса. Если вы получили билет по кардиологии и не помните, чем лечить больного, скажите ингибитор АПФ или сортан. То есть это препараты, которые изучены практически на всем сердечно-сосудистом и почечном континууме. Гипертония – да, ИБС – да, сердечная недостаточность – да, сахарный диабет – конечно, нефропатия – обязательно. То есть препараты универсальные. Противопоказаний немного. Это двусторонний стеноз почечных артерий, это беременность, это тяжелые аллергические реакции, ну и это гиперкалиемия. Естественно, если мы корректируем гиперкалиемию, то у нас возвращается возможность назначения этих препаратов. Очень хорошо влияет на прогноз комбинация блокадров раз с антагонистами кальция. Это результаты исследования Акомплиш. Сортаны переносятся лучше, поэтому, как я уже сказал, они занимают большую долю на рынке. И по силе действия все препараты примерно одинаковы. Хотя, вот я тут сейчас попытаюсь сам себе немножко противоречить. Есть такие скромные данные о том, что последние препараты, новейшие сортаны, Олмисортан, Азилсортан, Фимосортан, они все-таки помощнее, чем старые препараты. Возможно, это связано с их афинностью к рецепторам. Но это вопрос такой теоретический. Хотя, теоретически, конечно, все препараты, они должны быть примерно одинаковы. Подгруппа антагонистов кальция, она разнородна. Антагонисты кальция с практической точки зрения, они делятся на две подгруппы. Это старые недигидроперидиновые препараты, веропамил и дилтиазем. Их используют в лечении гипертонии довольно редко. На сегодняшний день, главным образом, в ситуациях, когда желательно уредить ритм, а при этом мы не можем назначить бета-блокаторы. Классически, конечно, когда мы говорим о классе антагонистов кальция, мы имеем в виду дигидроперидиновые антагонисты кальция. Здесь, наверное, эталонная молекула, это амладипин, самый изученный препарат с прекрасной доказательной базой. На рынке остается пролонгированный нефидипин. Нефидипин в ретарных формах, в формах с кишечным высвобождением, препарат, который можно назначать один раз в сутки. На рынке есть филадипин. Классические антагонисты кальция, они имеют, пожалуй, один недостаток. Будучи прекапиллярными вазодилататорами, они расширяют приносящие сосуды, и за счет этого возникает периферический отек. Каждый человек, каждый врач, который работал с этими препаратами, который работает с этими пациентами, прекрасно знает, что где-то у 10-15% больных на фоне терапии амладипином, филадипином, нефидипином пролонгированным, возникает отек голени. Отек голени, лодыжек, стоп, такой частый, нередкий, скажем так, и не очень приятный побочный эффект. Как этого избежать? У нас есть новые антагонисты кальция, скажем так, препараты резерва. У них не такая хорошая доказательная база, но переносятся они лучше. Это лерконидипин, и это левовращающий амладипин. Вот это такие два препарата, палочки-выручалочки. Нитронидипин – это достаточно такая серая лошадка, потому что нетронидипина в чистом виде его нет, он есть в комбинации с аналоприлом, но редко мало кто его использует. Так, практические соображения. Чем больше в пациенте атеросклероза, тем больше вероятность, что мы назначим ему антагонист кальция. Антагонисты кальция – это вазодилататоры, это препараты с небольшим антиатеросклеротическим действием, поэтому комбинация с антагонистами кальция, она очень уместна у пациентов более старшей возрастной группы, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Самый частый побочный эффект, как я уже сказал, – это периферический отек, но драматизировать эту ситуацию не нужно. Да, надо помнить, что эти отеки плохо поддаются лечению диуретиками. Поэтому отек на амлодипине – это не основание для назначения диуретика. Скорее, это основание для комбинации с ингибитором АПФ, а может быть, для снижения дозы или замены на препараты резерва, лерканидипин, например. Следующая группа – тиозидные диуретики. Тиозидные диуретики, используемые для лечения гипертонии, класс препаратов очень немногочисленный, это три молекулы. Это старый добрый гидрохлортиазид, которому в прошлом году исполнилось 60 лет. Гидрохлортиазид появился в 1958 году. Это тоже довольно старый препарат, но не так давно появившийся на рынке в России. Это хлортолидон, причем не в чистом виде, а в комбинации с азилсортаном. И это довольно популярный в России и самый молодой препарат – это эндопамид. Надо сказать, что прямых сравнительных исследований по этим препаратам не было, поэтому всерьез сказать, кто из них лучше влияет на прогноз, мы не можем. В монотерапии эти препараты используются крайне редко, и иногда мы с вами становимся такими свидетелями маркетинговых войн, когда компании пытаются как-то очернить конкурента, обелить свой препарат. Но по большому счету каждый из трех препаратов он имеет право на существование, чаще всего в виде фиксированной комбинации. И, конечно, не надо драматизировать, не надо демонизировать побочные эффекты теозидных диуретиков. И опять же здесь вопрос о истории. Дело в том, что когда появились теозидные диуретики, когда появился, скажем, гидрохлортиазид, его назначали в очень высоких дозах. 50 мг, 100 мг гидрохлортиазида назначали наши коллеги, наши учителя 50-60 лет назад совершенно смело. И учебники классической фармакологии, они писались как раз в те времена. То есть классическая фармакология теозидов это фармакология высоких доз теозидов. Поэтому когда мы читаем, что теозидные диуретики вызывают гипокалемию, теозидные диуретики вызывают гиперхолестериномию, гипергликемию, это все бывает, но на высоких дозах теозидов. На сегодняшний день мы используем дозировки чаще 12,5 мг, по гидрохлортиазиду, не больше. И, конечно, такие дозы, они достаточно безопасны, и они не требуют коррекции уровня калия. Не надо, назначая, гидрохлортиазид 12,5 мг, ни в коем случае не надо пациенту давать дополнительный панангин, аспаркам или какие-то препараты калия. Это совершенно ни к чему. Итак, несколько практических соображений. Монотерапия теозидными диуретиками редкость чаще всего теозиды назначают вторым препаратом в виде фиксированных комбинаций к ингибиторам АПФ или к сортанам. Поэтому какой там будет теозидный диуретик, это, в общем, не так важно. Вы, как правило, выбираете основной ингибитор АПФ или сортан, а дальше уж с каким теозидом он идет в комплекте, ну, это как повезло, это как фирма-производители сделали. Единственное, на что нужно обращать внимание, ну, вернее, такая, наверное, самая важная вещь, конечно, не единственная, но самая важная. Это уровень мочевой кислоты, потому что вот даже в небольших дозах теозидные диуретики, и это относится к эндопамиду в полной мере, теозидоподобно, неважно, могут повышать уровень мочевой кислоты, что, в принципе, не очень хорошо, и совсем не хорошо для пациентов с установленным диагнозом подагры. Поэтому вот при подагре этот класс препаратов по-хорошему противопоказан, но по-плохому нужно использовать с величайшей осторожностью. И еще по поводу гипокалиемии, если стандартная терапия теозидными диуретиками приводит к значимой гипокалиемии, это основание для обследования пациента на предмет первичного гиперальдостеронизма, то есть заболевания надпочечников, которые сопровождаются избыточной выработкой альдостерона. Там как раз небольшие даже дозы диуретиков, они могут спровоцировать по 9 уровню калия. Про гиперальдостеронизм мы с вами еще вспомним. И, наконец, настало время обсудить непростую судьбу класса бета-адреноблокаторов. Наверное, сейчас в современной фармакотерапии это самая спорная группа препаратов. Посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Это новые рекомендации. И по большому счету эту картиночку надо было бы показывать в начале. Но поскольку я так понимаю, что на меня все-таки смотрят опытные врачи, это не ординаторы, не студенты, то я в рамках нашей беседы не стал касаться вопросов классификации, стратификации риска, определения степеней, стадий. Это займет много времени. И, в общем, это не очень практические вещи. Но одну картиночку я покажу. Это факторы риска, которые используются для оценки этого самого риска. Обратите внимание на последнюю позицию. Авторы последних рекомендаций включили синусовую тахикардию в перечень факторов, которые повышают риск. На чем это основано? Это основано на данных эпидемиологических исследований, которые говорят о том, что да, вроде бы действительно жить с более частым пульсом это не очень выгодно. Но. Дальше начинается самое интересное. Значит ли это, что урежение частоты сердечного сокращения у гипертоника при помощи бета-блокаторов снижает сердечно-сосудистый риск? Это совершенно не значит. Обратите внимание, знаменитое исследование АСКОД. Это начало 21 века. Сравнение группы, получающей атенолол, и группы, получающей амлодипин. Результаты АСКОД все хорошо помнят. Амлодипин выиграл, атенолол проиграл. Причем, как оказалось, даже в подгруппе пациентов с тахикардией все равно лучше был амлодипин. Вот это вот один из недавних мета-анализов. О чем он говорит? Даже если нет желания подробно вглядываться в содержимое этого слайда, этот мета-анализ говорит о том, что бета-блокаторы, они при прочих равных условиях хуже, чем все остальные классы антигипертонизивных препаратов, влияют на прогноз. Именно поэтому мы с вами сейчас увидим, что бета-блокаторы в последних рекомендациях, они понизили свой уровень. И в лечении чистой гипертонии все-таки они рассматриваются как препараты резерва. Конечно, можно возразить, что вся негативная доказательная база по бета-блокаторам в лечении артериальной гипертензии, она главным образом касается атонолола, старого препарата. И это справедливое замечание, но в то же время исследований по новым бета-блокаторам, там, бейсопрололу, метапрололу, корвидилолу, у гипертоников просто-напросто не было. Да, по-видимому, новые бета-блокаторы, они имеют свои преимущества, они метаболически более нейтральны, и так далее, но крупных исследований нет. И опять же, самое главное, что нет данных, что урежая частоту сердечных сокращений, мы улучшаем прогноз. Как только пациент приобретает ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность, нарушение ритма, здесь, конечно, бета-блокаторы нужны обязательно. Это уже другая история, потому что наибольшая доказательная база для бета-блокаторов это хроническая сердечная недостаточность, и здесь их роль, конечно, никто не оспаривает. Практические соображения, касающиеся бета-блокаторов. Итак, начинать лечение неосложненной, скажем так, чистой гипертонии с бета-блокаторов не стоит, даже если у пациента частый пульс. Вот это очень частое заблуждение, очень частая ошибка. Пришел молодой гипертоник, взяли его за руку, пульс 80, получите монотерапию без спролол. Это совершенно неправильно, потому что как это будет влиять на прогноз, непонятно. Более того, молодому пациенту, относительно молодому, назначив бета-блокатор, особенно мужчине, мы можем подарить целый ряд побочных эффектов, включая сахарный диабет, эректильную дисфункцию, ухудшение качества жизни. Если есть, еще раз повторю, ЭБС, сердечная недостаточность, это уже совершенно другая история. Итак, мы с вами рассмотрели основные классы антигипертонизивных препаратов, а теперь давайте перейдем к комбинированной фармакотерапии, потому что один в поле не воин. Вот эта ключевая схема, это, наверное, самое важное, что есть в новых рекомендациях, принципиальная схема медикаментозного лечения артериальной гипертензии. Что мы с вами видим? Во-первых, уже на первой стадии, уже на первом шаге, вернее, стадия, это что-то касается классификации, уже на первом шаге лечения большинству пациентов нужна двойная терапия. То есть монотерапия это скорее исключение. Если я собираюсь назначить пациенту один препарат, я должен ответить себе на вопрос, а попадает ли этот пациент в зону исключения. А зона исключения это либо молодые гипертоники с низким риском, либо это наоборот пожилые пациенты с повышенным, пожилые хрупкие пациенты, имеющие повышенный риск гипотонии. Если пациент не попадает в эти группы исключения, значит уже на старте я должен использовать два препарата. И как правило это блокатор ренино-ангиотензиновой системы, то есть ингибитор АПФ или сортан плюс антагонист кальция или плюс диуретика. Следующий шаг, если двух препаратов не хватает, это трехкомпонентная терапия, уже состоящая из блокатора ренино-ангиотензиновой системы, антагониста кальция и диуретика. Причем обратите внимание, по левому краю кадра там есть такие разноцветные овальчики, которые символизируют собой таблетки. И там написано «одна таблетка», «одна таблетка». О чем идет речь? Горсть препаратов психологически принимать тяжело. И если мы хотим, чтобы наш пациент принимал два-три действующих вещества, то целесообразно, чтобы эти действующие вещества были запакованы, запаяны в одну таблетку. То есть вот откуда пошло, я же говорил о том, что стратегия лечения гипертонии в идеале это «одна таблетка в день». Но это не значит, что это монотерапия, а это значит, что эта одна таблетка должна содержать два, а иногда даже и три действующих вещества. Обратите внимание, посмотрите вниз этой схемой, вы еще раз увидите роль бета-блокаторов. То есть бета-блокаторы это для сочетания гипертонии с ЭБС, сердечной недостаточностью, с нарушениями ритма, беременностью даже относятся. То есть просто так с бета-блокаторов начинать не нужно. И дальше следующий шаг, третий шаг, ситуация, когда три препарата не работают или работают недостаточно, это называется резистентная артериальная гипертензия. Чуть-чуть попозже мы с вами в нескольких словах, в нескольких шагах мы с вами обсудим, как лечить резистентную артериальную гипертензию. Мой авторский слайд это такая некая иллюстрация ступенчатости назначения антигипертензивных препаратов в виде детской пирамидки. Представьте себе, что у нас есть такая палочка, стержень, на которой накидываются колечки, вот как в детской пирамидке. Пока у нас пирамидка пустая, там есть основа. А основа лечения это всегда при отсутствии противопоказаний блокаторы ренино-ангиотензивной системы. Дальше накидываем на эту пирамидку одно или два колечка диуретики или бета-блокаторы. Обратите внимание, что эти препараты можно менять местами. То есть тут у нас колечки примерно одинаковые по размеру. Если мы их переставим, никто не заметит. Итак, вот это три группы препаратов, которые, кстати, большинству пациентов будут достаточны. То есть вот эта трехкомпонентная терапия для 90% больных она будет достаточна. Если этого недостаточно, что добавлять? Какой препарат добавлять? Практика показывает, что дальше каждый делает как ему удобно. На самом деле ответ правильно есть. при отсутствии противопоказаний почечная недостаточность, гиперкалиемия. При отсутствии противопоказаний четвертым препаратом должен быть спиронолактон, вирошпирон. Почему? Потому что его ниша здесь, она доказана в исследовании ПАСВАИ-2, недавнем исследовании РЕХОД, даже в небольшой дозе, 25, редко 50 миллиграммов, он дает довольно хорошее снижение артериального давления. Следующие шаги. Препараты резерва. Опять же, три группы препаратов, их тоже можно менять местами, это вот, здесь вот это расположение, оно совершенно не свято, это альфа-блокаторы, это бета-блокаторы, и это уже петлевые диуретики. Но иногда, правда, назначая петлевые диуретики, мы, конечно, убираем тиозидные, потому что сочетание двух диуретиков, это, наверное, не очень правильно, хотя есть схемы, когда один препарат назначают поверх другого. Вот это препараты резерва. И, наконец, самое последнее, что назначается в самую последнюю очередь, и не надо назначать это раньше, это препараты центрального действия, прежде всего, я говорю о максонидине. Максонидин – препарат с очень скверной и доказательной базой. Единственное, что мы про него знаем, что он увеличивает смертность у больных сердечной недостаточностью в высоких дозах. Это исследование Макскон. Никаких других серьезных исследований, прогноза по максонидину нет. Это абсолютно серая лошадка, поэтому не надо его назначать до той поры, пока не набраны вот эти вот все колечки, вот эти вот наши пирамидки. Вот еще раз повторю, это моя авторская схема, это мое такое авторское видение, но, естественно, эта схема основана на европейских рекомендациях. Два слова о лечении, об особенностях лечения артериальной гипертензии у пациентов с хронической болезнью почек. На первый взгляд, этот слайд похож на то, что я уже демонстрировал, но здесь есть два нюанса. Нюанс номер один – это особенности работы с блокаторами ренин-ангиотензиновой системы. То есть мы прекрасно понимаем, что с одной стороны блокаторы РАС, гибиторы АПФ сортаны, они нефропротекторы, с другой стороны мы хорошо знаем, что если у пациента высокий креатинин, то назначение блокаторов РАС может усугубить почечную недостаточность. Где проходит эта грань? То есть как безопасно работать с этими препаратами? Ну, четкой линии надо сказать нет. То есть я не смогу вам назвать тот уровень, сказать, что при креатине не больше двух с половиной вы не можете назначать гибиторы АПФ или сортаны. Общее правило выглядит так. Если у пациента скорость клубочковой фильтрации меньше 30, согласуй тактику ведения с нефрологами. То есть это основание ХБП-4, ХБП-5, тем более это основание для консультации нефролога. В остальном правило простое. Чем тяжелее почечная недостаточность, тем меньше доза, тем аккуратнее должен быть подбор дозы на старте. Еще раз скажу, сомневайтесь, опасайтесь, посоветуйтесь с нефрологами. Потому что здесь грань действительно очень тонкая. Это как с бета-блокаторами при сердечной недостаточности. Все знают, что мы должны их назначить, но назначение большой дозы бета-блокаторов при тяжелой недостаточности приведет до компенсации пациента. И второй нюанс. При СКФ в районе 30 мл в минуту и меньше перестают работать теозидные диуретики. Поэтому очень важно рассчитывать скорость клубочковой фильтрации. И если она падает уже и становится порядка 40-35, значит теозидный диуретик из схемы нужно изъять, его нужно отменить и на его место назначить петлевой диуретик. Пусть для начала в невысокой дозе, могут быть субдиуретические дозы, например, торосемида. Вот это две особенности лечения пациентов с хронической болезнью почек. Дальше давайте поговорим о лечении резистентной артериальной гипертензии. По определению резистентная гипертензия это ситуация, когда назначение трех и более препаратов, один из которых диуретик, не приводит к нормализации артериального давления. Что в этой ситуации делать? Ну, во-первых, попытаться повлиять, насколько это возможно, конечно, на какие-то внешние факторы. Хотя, как вы видите, факторы, они такие очевидные, но они довольно сложно модифицируемые. Мы не можем пациенту сказать, что, знаешь, дружочек, ты похудей на 20 килограмм, а потом приходи, глядишь, проблема решится. То есть, конечно, лечение ожирения и лечение артериальной гипертензии это должно быть параллельно. Но, тем не менее, объяснять пациенту, если это уместно, что снижение веса это важный фактор преодоления резистентности. Это надо. Употребление алкоголя, злоупотребление солью, это все не шутки. То есть, это все реально работает. Следующее. Лекарственные препараты. Зачастую пациенты принимают какие-то другие лекарства, которые могут повышать артериальное давление и тем самым затруднять лечение артериальной гипертензии. В нижней части списка там есть довольно экзотические молекулы, которые назначаются редко, по онкологическим показаниям, по иммунодепрессанты, эритропоэтин все-таки нерутинное назначение. Но посмотрите на первые три позиции. Нестероидные противовоспалительные препараты, назальные симпатомиметики, оральные контрацептивы. Это же препараты очень часто используемые. Особенно речь идет об НПВП. У нас огромное количество немолодых пациентов, пациентов, скажем так, старшей возрастной группы, второй половины жизни, время от времени, а кто-то и постоянно применяет НПВП для лечения остеоартрита, для лечения болей в спине, для лечения головной боли. И очень важно при работе с гипертоником активно выяснять анамнус употребления этих препаратов. НПВП – это антипростагландиновые препараты, а простагландины представляют собой элемент собственной депрессорной системы. То есть, простагландины в норме снижают давление. И если мы их давим, значит, мы можем спровоцировать повышение давления. Причем, НПВП не только повышают давление, они еще и вызывают задержку жидкости у пациентов сердечной недостаточностью, могут вызывать отеки. Назальные симпатомиметики. Речь идет, конечно, не о двух-трехдневном применении во время острого насморка, речь идет о пациентах, которые злоупотребляют приемы этих препаратов. Вместо того, чтобы оперировать носовую перегородку, полипы, они годами, десятилетиями капают себе капли в нос. Симпатомиметики, они повышают давление, никуда не денешься. Оральные контрацептивы в ряде случаев. Это не часто бывает, но это бывает. Поэтому молодых женщин надо обязательно спрашивать про контрацепцию. Симптоматические гипертонии. Казалось бы, они бывают редко, да нет, не редко. По статистике, около 10% случаев повышения давления это вторичные гипертонии. Поэтому, если мы с вами, например, каждый на своем рабочем месте, там за месяц, за полгода, поставил, пролечил 100 человек с гипертонией, всем поставил диагноз гипертонической болезни, не выявил ни одной вторичной гипертонии, значит, мы их прозевали. Синдром обструктивного апноэ часто бывает? Часто. Болезни почек часто бывают? Часто. Атеросклероз почечных артерий бывает. Первичный гипералестеронизм бывает гораздо чаще, чем мы думаем. Давайте в двух словах, в нескольких буквально штрихах вспомним основные диагностические методы, которые мы используем для диагностики вторичной гипертонии. Конечно, золотой стандарт выявления синдрома обструктивного апноэ это полисомнография. Но понятно, что это не во всех центрах доступно, это должно быть специальное сомнологическое оборудование. Но предложить пациенту эпфордский опросник, это же проще простого, несколько вопросов, которые описывают типичные ситуации, на которые пациент должен ответить да или нет. То есть, зацепаете ли вы во время просмотра телевизора, во время чтения, во время езды в автомобиле в роли пассажира, очень простые вопросы, которые позволяют выявить эту патологическую сомнливость как проявление синдрома обструктивного апноэ сна. Да, дальше пациентов надо лечить, их надо выявлять, их надо направлять в специальные центры к сомнологам, некоторым назначать СИПАП-терапию. Вазоренальная артериальная гипертензия, ведь атеросклероза много, ишемической болезни сердца, церебровоскулярная болезнь, периферический, артеросклероз периферических артерий. Если это пациент, скажем, имеет мультифокальный атеросклероз, так кто же ему мешает иметь бляшку в устье почечных артерий, которая будет повышать артериальное давление. Поэтому, если мы видим резистентную артериальную гипертензию, особенно у пациента, портрет которого заставляет нас задуматься об атеросклерозе, значит, надо провести визуализацию. Надо сделать либо ультразвук, что хуже, потому что ультразвук все-таки это такое оператор-зависимое исследование, либо выполнить мультиспиральную компьютерную томографию почечных артерий, что лучше. Это более информативный метод. Когда мы стали этой проблемой заниматься, и всех пациентов с резистентной гипертонией стали отправлять на МСКТ, обязательно с контрастированием, конечно, то у нас частота выявления вазоренальной гипертонии существенно увеличилась. И, наконец, эндокринные артериальные гипертензии. Вот очень опасное такое заблуждение заключается в том, что врач думает, давайте сделаем компьютерную томографию, сейчас все посмотрим. Сейчас посмотрим почки, надпочечники заодно и исключим все сразу. Ничего подобного. В эндокринологии существует очень простое и очень четкое правило. Сначала функция, потом визуализация. Дело в том, что и первичный гипераллистеронизм, и гиперкортицизм, и опухолехромофинные ткани, они могут иметь вне надпочечниковую локализацию, а иногда надпочечники могут быть неизменены при первичном гипераллистеронизме. Поэтому визуализация делается только после лабораторной диагностики. А здесь, на этом слайде, представлены лабораторные методы исследований, которые мы должны назначить в ситуации, когда у нас возникает подозрение на надпочечниковую гиперкортицизм, делаем дексаметазоновый тест на ночь. Две таблетки дексаметазона, утром кортизол в крови. Либо определяем экскрецию суточную кортизола в крови, либо смотрим ночной кортизол в слюне. Невалидный, неинформативный тест, обратите внимание, это кортизол в крови. Вот однократно смотреть кортизол в крови бессмысленно. Это не работает. У кортизола очень высокая вариабельность. Хотим исключать первичный гипераллистеронизм, смотрим концентрацию альдостерона в плазме и концентрацию ренина. И делим альдостерон на ренин, получаем альдостерон-рениновое соотношение. Высокое альдостерон-рениновое соотношение, значит, это основание для дальнейшей диагностики первичного гипераллистеронизма. И, наконец, диагноз фиохромцитома лабораторный ставится на основании двукратного и более повышения метилированных производных катахоламинов, то есть метанефринов и норметанефринов. Ну, это такая очень короткая шпаргалка, я могу на эту тему очень долго рассказывать, потому что вторичная гипертония это, в общем, моя специализация, здесь есть целый ряд нюансов, тонкостей, но самое главное, чтобы мы, в принципе, помнили о том, что такие болезни бывают, и что нужно использовать специальные методы для их выявления. И, наконец, заключительная часть моего рассказа будет посвящена, пожалуй, самой неоднозначной теме. Это тема, где наша реальная клиническая практика идет абсолютно в разрез со всеми мировыми рекомендациями. Если в остальном кардиологии можно гордиться, у нас российские рекомендации, они, в общем-то, идут так рука об руку с европейскими, то как только дело касается гипертонических кризов, то тут же какой-то начинается фельдшеризм, все норовят ввести тут же гипотензивный препарат короткий и зачастую не улучшит, а ухудшит ситуацию. Давайте разбираться. В прошлом году Европейское общество кардиологов выпускает, помимо рекомендаций основных, выпускает еще маленький документ согласительный по ведению пациентов с гипертоническим кризом. Что там меняется? Во-первых, уходит термин неосложненный криз. Раньше, как было, криз делили на осложненный и неосложненный. И, собственно, основная часть обращения пациента к врачу это как раз неосложненный криз. Ах, у меня там вот голова заболела, я померил давление, у меня давление 180, я начал пить коренфаркопатен, вот это вот все, максонидин, дальше там давление сбило или не сбило, вызвал скорую, ввели магнезию, вот то, что называлось неосложненный криз. Слово криз в русском языке употребляется с глаголом купировать, ровно как и слово ургентность. Вот посмотрите, я здесь специально оставил англоязычные термины, в английском языке называлось гипертоническая ургентность. Так вот, европейцы убирают этот термин, чтобы не было соблазна интенсивно полечить пациентов. И стало быть, гипертоническим кризом теперь называют только то, что раньше называли осложненным гипертоническим кризом. Почему так? Почему теперь это состояние называют просто неконтролируемой нелеченной артериальной гипертензией? Потому что, к сожалению, попытки агрессивно лечить этих пациентов с неосложненным повышением давления, они скорее увеличивают риск, нежели его снижают. Что надо на самом деле делать с этими пациентами? Во-первых, снижать давление как можно плавнее. Совершенно не нужно использовать препараты с таким быстрым, ультракоротким действием, особенно это касается нефидипина. Сбить давление доблесть не очень великая. Но быстро снижая давление, мы вызываем гиперфузию и церебральную, и миокардиальную, и можем не защитить пациента от сердечно-сосудистых катастроф, а наоборот их спровоцировать. Как это бывает, я сейчас покажу. Поэтому гораздо важнее понять, почему у пациента случилось это повышение давления. Если это повышение давления на головной боль, так давайте полечим головную боль. Если это повышение давления на фоне тревожной реакции, давайте купируем тревожную реакцию. Давайте дадим пациенту транквилизаторы, давайте дадим пациенту седативные препараты. Тревожную реакцию не надо лечить гипотензивными препаратами, они не работают в этой ситуации. Здесь гораздо важнее провести седативную терапию. Наверное, неким компромиссом может здесь выглядеть каптоприл. Вот если часто расспрашивают, ну вот как, вот все равно пациент требует, вот нам очень хочется, но тогда используйте хотя бы каптоприл, который работает достаточно плавно, причем именно внутрь, в таблетке, проглотить, а не под язык, не разжевать, не разгрызть. У нас нет задачи быстро сбить давление. Как это бывает, покажу. Это мой любимый клинический случай, клиническое наблюдение, совершенно реальная история. В некоторых вариантах, здесь так деликатно названо, в некоторых вариантах лекции, у меня это называется «Бей своих, чтобы чужие боялись». Дело в том, что пациентка, с которой это все происходило, она сама врач-терапевт, 48-летняя женщина. Она пришла ко мне на консультацию с рассказами о том, что у нее очень скачет давление, что она плохо себя чувствует, и она не может себе подобрать терапию. Я ей померил давление. Давление было на момент нашей встречи где-то 125 на 85, то есть, в общем, не бог весь что, и непонятно было, как ее долечивать. Я ей повесил суточный монитор артериального давления, но на мою беду у пациентки две руки, поэтому на одной руке давление мерил аппарат, на другой руке пациентка активно мерила давление сама, и, как вы сейчас увидите, предпринимала определенные действия. Итак, она уезжает от меня, уезжает домой, и в какой-то момент у нее давление повышается до страшного значения, 145 на 100. Ей страшно, ей плохо, она плохо себя чувствует, у нее болит голова, она выпивает коренфар, 10 миллиграмм нефидипина под язык. Давление, как вы видите, снижается, потом подскакивает снова, она вызывает скорую, скорая вводит ей магнезию. Давление сбрасывается, потом происходит рикошет. Почему нельзя магнезию использовать внутривенность? Она рикошет дает, это совершенно не гипотензивный препарат, это хулиганство просто. Она снова вызывает скорую, и вот там, конечно, была драматическая ошибка, скорая ей ввела магнезию и дополнительно ввела дроперидол. Это старая история, эта история больше 10 лет, я думаю, что сейчас, наверное, с дроперидолом никто бы не стал резвиться, но кто ж его знает, сейчас есть инолоприлат, есть уропедил, то есть препаратов для быстрого снижения давления на скорой, в общем, тоже предостаточно. Дальше вы видите, что происходит. Дальше давление драматически снижается, и ночью у пациентки развиваются на фоне гипотонии симптомы нарушения мозгового кровообращения. Она снимает аппарат, аппарат на следующий день дочка привезет мне в клинику, а сама пациентка уезжает на скорой в неврологическое отделение. Ну, слава богу, в течение суток симптомы восстановились, поэтому мы говорим о ТИА, а могли бы написать здесь и инсульт. Вот это очень хорошая иллюстрация того, как неоправданно агрессивное лечение вот этой тревожной пациентки с лобильной гипертонией может привести к жизнеугрожающим ситуациям. Поэтому еще раз повторю, повышение давления, даже сопровождающиеся какими-то дискомфортными ощущениями, это не гипертонический криз, это не леченная гипертония. Не надо этих пациентов лечить агрессивно, гораздо важнее понять, что они принимают, усилить плановую терапию, возможно, дать транквилизатор. Настоящие гипертонические кризы – это жизни, угрожающие поражению органов в мишени. Коронарный ишемия, отек легких, ангиопатия сетчатки или почек, это злокачественная артериальная гипертензия, эклампсия, преклампсия, расслоение аорта, естественно. Вот это настоящие гипертонические кризы. И, кстати, интенсивность лечения этих кризов зависит от типа кризов. И при настоящих кризах далеко не всегда нужно махать шашкой и как можно быстрее снижать давление. Расслоение аорты – да, если вам удается быстро это диагностировать. Коронарные осложнения – да. А вот, например, гипертонические кризы, осложнившиеся церебральные ишемии, инсульты шемические, гипертоническая энцефалопатия – это совершенно не повод обрушивать давление, потому что в этой ситуации уже повышение давления – это будет защита так называемой пенумбры ишемической полутени. И в ситуации с инсультом давление нужно снижать очень плавно. И препараты тут другие. Здесь ведь и перечень препаратов. Из них вот серым шрифтом обозначены те, которые в России не зарегистрированы. Но, во всяком случае, у нас есть нитраты, у нас есть… Иногда есть в некоторых клиниках нитропрусит, везде есть нитроглицерин, есть инолоприлат, есть уропедил, есть и смолол. Вот ультракороткий бета-блокатор. Но это уже совершенно другая история, которая касается, действительно, отделений скорой помощи, реанимационных отделений и так далее. Ну, уважаемые коллеги, а мне осталось подвести итоги. Я думаю, что мы с вами не зря провели это время. Давайте еще раз подведем итоги. Итак, рекомендации поменялись. То есть, что поменялось? Во-первых, конечно, снизили целевые уровни артериального давления. А значит, нам с вами нужно будет лечиться… Лечить, вернее, наших пациентов более интенсивно. Большинству пациентов нужна комбинированная терапия, в основе которой будут лежать блокаторы аренино-ангиотензиновой системы. Еще раз повторю, бета-блокаторы свои позиции сдали, и на сегодняшний день не нужно начинать лечение большинству больных за бета-блокаторов. Комбинированная терапия – да, причем желательно в виде фиксированных комбинаций. Это повышает приверженность к лечению. Ну и еще раз настоятельно рекомендую воздерживаться от агрессивного лечения, от этих подъемов давления. Конечно, здесь очень важно и самим понимать, что мы творим, и важно учить пациента, важно объяснять пациентам, почему не надо агрессивно снижать давление. Вреда может быть больше, чем польза. Глубоко уважаемые коллеги, здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать новости доказательной кардиологии, и сегодня у нас очень короткий сюжет, посвященный результатам исследований, в ходе которого оценивали эффекты применения специфического антагониста к мощному антиагреганту тикагрилору. Антиагреганту, который относится к классу P2Y12, и который широко применяется при лечении больных с острым коронарным синдромом. Почему такое исследование было актуально? Потому что тикагрилор широко применяется, и потому что в ходе выполнения исследования ПЛАТА, где применение тикагрилора сравнивали с применением клопидогрела, было отмечено все-таки увеличение риска развития кровотечений, не связанных с выполнением коронарного шунтирования. Это результаты двойного слепого плацебо-контролируемого исследования, которое включало 64 здоровых добровольцев, и в ходе выполнения этого исследования внутривенно вводили специфический антагонист тикагрилора в виде болюса с последующим продолжением инфузии в течение 8, 12 или 16 часов. Вводили препарат PB2452, пока он еще не имеет какого-то более образного названия, и этот препарат представляет собой фрагменты моноклональных антител, которые с высокой афинностью связывают тикагрилор и, соответственно, позволяют очень быстро устранить антикоагулянтное действие тикагрилора. На этом слайде вы видите частоту устранения антиагрегантного действия тикагрилора после введения препарата PB2452. Мы видим, что как только начинают вводить этот препарат, так по данным световой трансмиссионной агрегатометрии начинает увеличиваться агрегация тромбоцитов по сравнению с исходной агрегацией тромбоцитов. Таким образом, внутривенная инфузия PB2452 приводила к устранению антиагрегантного действия тикагрилора, применяемого в течение предшествующих 48 часов, который достигался уже через 5 минут. То есть вы через 5 минут оцениваете агрегацию тромбоцитов, и уже вы видите нивелирующее влияние препарата на агрегацию тромбоцитов. И этот эффект сохранялся в течение 20 часов. Причем отсутствовало рикошетное увеличение агрегации тромбоцитов после прекращения введения препарата, что очень важно для больных с коронарной болезнью сердца, особенно больных, которые перенесли острый коронарный синдром. Напомню, тикагрилор, его показания, это применение широкого круга больных, которые перенесли острый коронарный синдром. В том числе и больных, которым выполняли стентирование коронарных артерий, и которые после этого применяют тикагрилор в сочетании с аспирином. Вывод этого исследования – применение специфического антагониста тикагрилора, который создан на основе моноклональных антител, быстро и стойко устраняет эффекты антиагреганта. Можно предполагать, что единственный недостаток этого препарата – это его будущая высокая стоимость, поскольку все препараты, основанные на моноклональных антителах, пока имеют очень высокую стоимость. Но тем не менее, сам факт появления специфического антагониста тикагрилора для клинической практики в целом представляется очень важным, поскольку в определенных ситуациях, скажем, у больных с ишемическим инсультом, у больных с кровотечением, тяжелым кровотечением, или у больных, которым требуются экстренные хирургические вмешательства, очень важно устранять действия антиагреганта. Так что это важное событие доказательной кардиологии. Спасибо за внимание. До свидания.